Всем привет, с вами Диктофон, а я до сих пор с этим же скином И мне теперь интересно, слышно ли вам, как у меня во дворе Фейерверк пускают, я пошел посмотрю Я вернулся к вам, я записываю это видео 7 января А сегодня получается Рождество, так что если вы сейчас смотрите Конечно, вообще это видео не 7 января Но с прошедшим вас Новым Годом, Рождество, всего самого наилучшего И видимо кто-то решил пускать в честь этого фейерверки Ну прикольно Так, как возвращаемся обратно? Такая вот музыка в Майнкрафт непривычная, я сейчас вот слушаю И на самом деле за это видео много чего изменилось И по ходу всех действий вы увидите Я вам покажу, что да как Ой, тут опыта много Все хорошо, вы можете увидеть у меня алмазку Вот этот дом так и стоит, надо будет его достроить обязательно Но уже в следующем видео, уже не в этом И здесь будут такие небольшие этапы моего развития Что да как, потому что я понимаю, что все-таки Перед тем, как строить что-то масштабное Надо все-таки развиться Там опять что-то пускают, ну ладно Посмотрите, что я тут построил Такую вот небольшую ферму, которая нам нужна была А у нас тут и коровы, и овцы, я их нашел Потом я расскажу, конечно, и покажу Как в принципе я их водил, потому что все я это записывал И такую небольшую ферму, ну как по мне, довольно-таки красивую Я для них построил Полная импровизация, но мне она прям вообще понравилась Такая импровизация хорошая Фейерверки пускают Прям возле нас, я хочу посмотреть Так что да, но при этом это не самое важное Чем я занимался в этом видео Была и поважнее одна вещь, над которой я мучился Которая вроде по итогу выглядит прикольно Но у меня она затянула очень много времени, трудов И приступим к минимальному рассказу, что произошло за это время Масштабное строительство не обходится без хороших инструментов Поэтому первым делом я решил зачаровать алмазную кирку И с этой попытки вы посмотрите, какие мне хорошие выпали зачарования После чего я понял, что готов впервые отправиться в ад И уже посмотреть, что он из себя представляет Интересно, в каком биоме я вообще появлюсь И надеюсь, что хотя бы он будет более-менее жизнепригодный А то мало ли, что может произойти А вообще, открытие ада это будет очень важным шагом Для нашего дальнейшего развития Но проблема в том, что тут плачущий обсидиан А я-то думал, что и с ним получится А нет, это не игра на обсидианах, когда он появился К сожалению, не создается Но ладно, к счастью, у нас тут еще был один дополнительный Получил даже обсидиановые слезы, достижения Даже не знал, что есть такое Ну ладно, я даже не знаю, где этот плачущий обсидиан у меня лежит Наверное, где-то в складе есть И вот посмотрите, в каком биоме мы очутились В таком красном Красной дереве Багровый лес, наверное Я не знаю, как он называется И тут совсем рядом у нас есть данж Который вскоре сыграет со мной злую шутку, к сожалению Тут пиглины эти А у меня же ничего золотого с собой нету Я такой, блин А вот эти быки-то, как они называются? Они слишком жесткие Особенно гигантские Я был в шоке Я не думал, что они такие сильные Но и у меня, знаете, с броней было не все так круто К счастью, маленький пиглин Вообще он безобидный Поэтому я его решил не трогать Он меня не трогает, я его не трогаю И все довольны, все счастливы После чего я как-то вот смотрю И не понимаю Немного в странном месте я, конечно, оказался Но я не сильно ознакомлен с тем, насколько сейчас ад изменился Потому что я помню, тогда были большие, равнины А сейчас, может быть, это уже в прошлом Уже с хорошей, зачарованной алмазной киркой Я отправился добывать ресурсы для дальнейшего строительства И я впервые сам нашел же Оду Мне очень стало интересно, как она вообще выглядит Что там такое И блоки, на самом деле, очень красивые И я решил их все добыть На всякий случай для своего дальнейшего строительства Добыча ресурсов не была бы такой интересной Если бы под конец я бы не умер от ведьмы Просто у меня осталось буквально пол хп Я подумал, ну ладно, все, я сбежал, все хорошо И она как плюет в меня своим зельем Я ловлю маслину и отлетаю Теперь бегу уже за своими ресурсами Буквально в железке Даже вроде без брони, немного еды И вспоминая, где же находятся мои ресурсы К счастью, перед тем, как умереть Я довольно-таки оказался близко К своему месту, откуда я начал добывать все руды А то, если бы я все-таки не потерял бы эти ресурсы Это был бы откат на очень много времени назад Потому что вся алмазка, вся зачарованная алмазка была со мной там Все новые выкопанные алмазы были там И еще множество полезных ресурсов Которые... ой, там критер Знаете, как в первый раз Смотрю, и вот видите, все мои ресурсы здесь И на самом деле это меня очень обрадовало Но вот кто ходит на данный момент уже в железной броне Казалось бы, надо уже переходить на алмазку А я тут до сих пор ходил в железке К счастью, в будущем я эту проблему уже исправлю Вернувшись из пещеры, я понял, что пора бы заниматься развитием своих ферм А то все-таки далеко мы такими темпами не уйдем И я начал бегать по лесам в поисках коров и овец Чтобы их пригнать домой Что было довольно-таки небыстро и нелегко И создал такую на первое время Небольшую ферму, чтобы потом уже построить нормальный им загон И переселить их туда Дальше уже как раз-таки началось само строительство загона для овец или коров Я сначала хотел сделать раздельные загоны для каждого Но потом понял, что зачем мне так много места уделять каждой из них Все-таки довольно-таки массивные постройки не всегда являются красивыми Чтобы их сделать лучше, надо делать больше детализации Чем я не очень хочу заниматься А такая постройка вышла вообще полностью спонтанно Строил я ее на ходу И даже остался очень сильно доволен тем, что по итогу у меня вышло И как я думал на первый взгляд, я был готов к тому, чтобы приступить к строительству башни Которая у нас находилась над спавнером скелетов Чтобы, знаете, для нас это был какой-то маяк Мы понимали И при этом продать какую-то историю этому зданию Но я тогда вообще не оценил свои навыки То, что у меня нет никаких ресурсов Не знал, что это делать, что реализовать И начал сломя голову все добывать Не знаю как Слишком тяжело было здесь Вот я, например, уже добываю Пытаюсь цемент сделать Посмотрите, какая высота Видно абсолютно всю карту Вот тут уже начинает виднеться башня Которая по итогу будет полностью перестроена И как бы да, ресурсов приходится добывать очень много И все они разные И почти ничего из этого у меня нет Также надо было очень большое количество шерсти А моя маленькая ферма не могла принести такое Поэтому я отправился в поля Искать как раз таки овец Ближе к своему стартовой позиции И я там нашел реально очень большое количество овец И что самое удивительное Уже четвертую ферму Ой, ферму Четвертую деревню Окруженную буквально в моей базе Как-то это так странно вышло Что когда я первый раз бегал Я вообще не мог найти ни одну деревню А вот сейчас я В любую сторону побежать Из моей деревни Ой, из моей базы Вы можете найти деревню И это Ну это прикольно на самом деле Как-нибудь будем в будущем реализовывать все это Но если объективно смотреть Градиент выглядит неплохо Вроде бы правда нормально Но что это за отросток Ну вроде бы нормально выглядело же Нет, нормально Я стараюсь Все хорошо, правда у нас такая коробка жесткая Ну, фантазии мне не хватает Знаете, как говорят Если не можешь построить Ломай В этом видео вы можете увидеть всю мою боль Которую я испытал И заключается она в том Что у меня Была хорошая броня Все инструменты Алмазные зачарованные И я решил побегать немного по аду Понабирать опыта И просто провалился в лаву Это очень было больно Очень обидно Но слушайте Как мне кажется Сейчас выглядит Ну вот в разы лучше Очень атмосферно Конечно Я тут еще немного подредактирую Блин Вообще классно Нормально Вот этот шар Может быть со временем я переделаю Но Единственное что Сейчас пойду Под эту башню Себе набирать опыт И заново все создавать Зачаровывать Как вы могли заметить В предыдущей части Я решил поплавать в лаве И все К сожалению Все мои вещи Все мои зачарования Пропали И теперь я понимаю Что как бы да Алмазная броня С зачарами Мне тоже нужна Поэтому буду ее создавать Нет слушайте Смотрите Как круто Вот это топ Надо будет потом Это доделать И вообще будет все здорово Вообще классно Ребята Мне нравится После чего Я взял руки в ноги И отправился К спавнеру Скелетов И где как раз таки Провел Буквально 3-4 часа Может быть На брожении Несколько дней Пытался Набирать опыт Зачаровывать Причем Чтобы сразу же Нормальные были зачарования Чтобы все было хорошо И к счастью Через довольно таки Большой промежуток времени Я смог восстановить А даже улучшить Все свои предметы Остается последние штрихи И это Разрушить Вот эту нашу башню Которая была Указателем того Где находится наш спавнер И вы посмотрите Какой здесь есть Огромный кратер Я вот сейчас Его только заметил Он просто невероятный Может быть Когда-нибудь Что-нибудь для него Мы сделаем Ну А пока что Будем разрушать Как вы можете заметить У меня появилась Назаритовая кирка Но Как я ее получил Вы наверное Можете догадаться Как Но Рассказывать об этом Я уже буду В следующем видео В этом мы уже Подходим К логическому концу Сейчас вот Мини экскурсию Проведу Как все Немножечко Изменилась Немного дорабатываю И буду еще дорабатывать Наверное Некоторое время Но уже Все что получилось Я очень доволен Пока я тут медленно Спускаюсь Вы можете заметить Как слой за слой Меняется наша Башня Потому что Тут было правда Очень много Различных блоков Чтобы все выглядело Более-менее Равномерно И мне кажется Это Получилось О Еще так Нам нужна земля Содолжим Чтобы поставить И давайте Разрушим Наши леса Половину из них Сейчас наверное Растеряю Ну да Потому что Они воду будут На всех деревьях До пипец Что это такое Вот это конечно Не очень В том что Ты хоть ломаешь А потом они Где хотят Там и падают Если падали бы ровно Было бы Получше Ну конечно Менее реалистично Но все же Как вы можете заметить У нас тут вот Немного Улучшилась Территория Возле самой башни Вы посмотрите Мне очень понравилось Я решил сделать Такие Каменные Колонны И не знаю Как правильно Это назвать Но на самом деле Прям здорово То есть Ночью Так все атмосферно Выглядит Давайте даже сейчас Шейдеры какие-нибудь Поставлю Хотел Да Так Вот эти Возьмем Проверим Посмотрим Вроде бы Все должно быть Здорово Да Ой Как ярко Непривычно Но при этом Посмотрите Как все это Выглядит Как это прям Классно И теперь Спустимся вниз Хоть у меня Внутренняя часть Пока что Не очень Сделана Точнее Никак не сделана Но уже Хоть Что-то есть Но зато Под землей Я так Неплохо Поработал И мне нравится Как сейчас Там все Выглядит Очень атмосферно Очень лампово Я увеличил Зону с сундуками Потому что Как вы помните До этого У нас здесь Были немного Сундуки И все А теперь Посмотрите У нас есть Окно в пещеру Я просто Я просто Копал Чтобы увеличить Комнату И выкопал Вот это Вот Я понял Что я хочу Это оставить Пошел за стеклом Все это застеклил Добавил мха Немного Его разрос Чтобы Как бы Выглядело Все Более-менее Реалистично Не знаю Как правильно Это вот Выразить Даже вот Поставил Этот цветок Чтобы у нас В комнате Были вот такие Вот частицы А так Уже вот Выглядит наш Склад Небольшой Как небольшой На самом деле Очень даже большой В эти вот Сундуки Я буду Складывать Всякую броню Которая мне будет Выпадать Со скелетов Посмотрите У меня тут Кольчуга появилась У меня никогда Не было кольчуги Но благодаря ним Все у меня теперь есть Здесь у нас Костей Это вот Ну просто Невероятно Здесь у нас Будут храниться Стрелы А уже здесь Луки Тут у нас Пока что Все пусто Здесь тоже А здесь Всякая Всячина Оставшееся Со строительства Которое Надо будет Разобрать Здесь же У меня уже Стол зачарования Я решил Сюда Теперь Разместить Все-таки Это очень Удобное Место Так как Мы здесь Опыт Формим И как раз Здесь будем Изочаровывать Все Тут у меня Печка И даже Я кровать На всякий случай Себе поставил Чтобы Ночевать А то Здесь я Наверное Буду проводить Немало Количество Времени И вы посмотрите Как это все Здорово Выглядит Я не знаю Мне прям Очень нравится Особенно Вот это вот Окошко Которое Я все-таки Решил Поставить Прям вообще Это безумно Атмосферно И так же Я надеюсь Что еще не стемнело Мы сейчас Сходим К моему дому И посмотрим Как раз таки На то Как сейчас Там выглядит Мой загон Для коров И овец Прям Дували таки Продуктивное Это видео Вышло Но при этом Я себе поставил Дождь Что ли Пошел Ой Ну ладно Ничего страшного И как бы Я себе поставил Знать Что в следующий раз Если я буду делать Какой-то проект Желательно Мне его сначала Проработать В креативе Чтобы посмотреть Как он должен Выглядеть А потом уже Его реализовывать Выживание Для этого Я наверное Даже скачаю Один мод Light Lightmatic По моему Он называется Чтобы потом Переносить Эти Постройки Выживания Следовательно Я как раз Буду знать Какое количество Ресурсов Мне понадобится И это Очень сильно Облегчит Время И Производительность Видео Я не знаю Как это Говорится Но вы посмотрите Как это здорово То есть Я тут Удлинил Нашу дорожку Тут добавил Немного Листвы Освета Я не знаю Мне прям Мне прям Очень нравится Сено поставил Как декор И вот Тут у нас Получается Такой вот Загон Переходящий Постепенно В ферму А вот Уже наш домик А тут Мосты И будет Следующий домик Вау Я на это смотрю И просто Ну Это невероятно Так радует Когда вот знаете Вы начинаете наполнять мир Ой Когда вы начинаете наполнять мир Своими постройками И он оживает И вы уже бегаете Как бы И уже есть Что посмотреть По сравнению с первым видео Когда у нас Не было абсолютно ничего Когда я просто Нашел эту территорию И закончил на этом видео То сейчас К четвертой серии Посмотрите Сколько мы уже Имеем А дальше Это будет у нас Только лучше Вы посмотрите Как здесь красиво Утром Это Вообще Я обалдею Очень красиво Вы посмотрите Вау И я забыл Что я не показал Что я немного у нас Изменил интерьер в доме Вот так Вот он теперь у нас Выглядит Теперь у нас Он не пустой Что меня очень радует Здесь у нас Такая мини кухня Получается Но здесь у меня склад Все ресурсы храню Потом надо будет Как-нибудь разобрать Чтоб все было нормально И это прям вообще Смотришь И любуешься Вот так вот У меня на втором этаже Получится подъем И такая вот спальня Спальня и место С очень красивым Видом Так что да Вот так вот мы И выживаем с вами Я надеюсь Что все-таки Вам понравилось Это видео Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Мне будет очень приятно Напишите пожалуйста В комментариях Как вам оно А на этом я буду заканчивать С вами был Диктофон Всем удачи И всем пока